Ну и как альтернатива стене, которую собирались строить, есть еще один план, еще один вариант. Вот посмотрите на эту картинку, которая здесь сейчас на экране. Мы ее получали в режиме реального времени с беспилотника, который летел в нашу студию, летел в Киевом. Технологии шагнули так далеко, что мы с вами можем видеть изображение с камер, ну просто в прямом эфире. Около 200 беспилотников сейчас должна получить Украина, чтобы патрулировать границу с Россией. Ну вот в частности, один из них есть в студии, еще один должен прилететь буквально с минуты на минуту. О том, чем они могут быть полезны Украине и сколько их будет, помогут ли они защитить границу, помогут ли сберечь человеческие жизни. Поговорим сразу после рекламы, через 15 минут. Всем, кто нас смотрел в Луганской области, ну а со зрителями мы не прощаемся. Есть еще две очень интересные темы. Первая тема это курс доллара, будем о нем говорить, будет включение из Вашингтона. Надо все-таки узнаем, ну какой будет курс гривны до конца этого года, по крайней мере, какие требования выдвигает МВФ. Ну и еще одна тема, давно обещали, вот сейчас поговорим. Беспилотники. Если можно, дайте картинку еще раз. Это картинка, которую мы получали в режиме реального времени. Ну вот это изображение сняли в районе улицы Мельникова, возле Киевской телевышки. Даже когда уже было достаточно темно, можно рассмотреть даже детали. Снимал это все беспилотник, который мы специально вызвали в студию. Ну, давайте покажем. Есть два варианта. Одна модель довольно компактная, ну чтобы в студии поместилась. Мы попросили, чтобы ее принесли. Посмотрите, он может работать до трех часов без подзарядки, находиться в воздухе. Высота, мне сказали, до трех километров. И вот еще один, буквально только что подлетел к студии. Да, дайте влететь ему. Ну, наверное, вы сейчас впервые сможете рассмотреть нашу студию с очень необычного ракурса. Беспилотник будет влетать и передавать картинку, которую мы получаем с его камер. Так. Ну, вот такой малыш, на самом деле, это миниатюрная модель. Почему мы об этом говорим? Почему это важно? Президент на днях заявил, что такие вот приборы, на них вся надежда. Для того, чтобы мониторить границу с Россией, военные уверяют, количество беспилотников будет таким, что они смогут 24 часа в сутки вести наблюдение по всей территории, вокруг опасной зоны и вдоль государственной границы. Между, на меже Украины и России. Ну, в том числе ночью. Потому что вот у таких малышей или у больших моделей, еще более масштабных моделей, которые появятся в Украине, которые уже привозят, есть и камеры ночного видения. Первые беспилотники в Украину уже поступили, их привезла ОБСЕ из Австрии. На очереди поставки из Германии и Франции. Ну, вот только вопросов много. Во-первых, ну, с одной стороны, не станут ли боевики на Востоке попросту их сбивать? Во-вторых, как нам неофициально рассказали украинские дипломаты, та же Германия потребовала вместе с беспилотниками направить в Украину около 200 человек, солдат Бундесвера, которые должны обеспечивать безопасность и беспилотников, и технического персонала. Вот по поводу этих беспилотников давайте узнаем, так сколько же их будет в Украине, когда, как планируют использовать, и еще в одной очень странной истории попробуем вот прямо сейчас разобраться.